Добрый вечер. 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 Сегодня мы более подробно поговорим о четвертом шаге и это как раз будет соответствовать шестой-седьмой задачи наших. То есть семь задач спонсора это наши ключевые моменты, наши ключевые инструменты владения этими семью задачами для того, чтобы мы могли успешно работать, строить бизнес свой, строить структуру и учить своих партнеров, учить своих клиентов, которые приходят к нам, нашу команду, учить то же самое делать, строить структуру и строить свой успешный бизнес. Поэтому мы сегодня поговорим о сопровождении и о работе с возражениями. Итак, что значит правильное сопровождение, как продуктивно работать с возражениями клиентов и немножечко вкратце, немножечко пройдемся по конверсии, что такое конверсия, от чего она зависит и для чего нам вообще нужно иметь эти понятия, что это такое, как оно работает. Для начала давайте мы вспомним о наших психотипах. Это четыре психотипа, командир-звезда, гуманист и аналитик. Их принято в психологии обозначать определенным цветом, поэтому командир у нас красный. Вспоминаем героев мультфильма «38 попугаев», с которыми они ассоциируются. И какие у них качества. Командир, он ориентирован на цель, он ведет жесткий контроль какой-то работы, за которую он несет ответственность. Для него важны четкие действия, как его самого, так и его сотрудников, и его коллег. У него достаточно высокие стандарты, он ориентирован на результат, на конечную цель, сам всегда подготовлен к тем задачам, за которые берется, и требует того же от своего окружения. То есть это достаточно четкий человек, собранный человек, и который абсолютно знает, чего он хочет и знает, как к этому идти. Звезда ассоциируется у нас с мартышкой из этого мультфильма «38 попугаев», обозначается желтым цветом. Это очень позитивный, открытый человек, очень эмоциональный, для него важны атрибуты статуса, успеха. Он хочет всегда быть в центре внимания, достаточно доброжелательный. В общем, человек-фейерверк, человек-праздник, человек-салют. В общем, у него все происходит на эмоциях, он достаточно позитивный, легкий и не выносит критики. Если мы будем жестко критиковать звезду, если мы не найдем нужные слова, чтобы с ним поговорить, мы можем его очень обидеть. С такими людьми действительно очень легко. Они импульсивны, они легко принимают решения, но все это всегда на позитивных, на каких-то положительных эмоциях. Следующий у нас гуманист. Герой мультфильма – это Удав. У него он ориентирован на людей, на взаимоотношения с людьми, то есть для него важна поддержка, забота об окружающих, об окружающей среде. То есть для гуманистов, можно сказать, наш проект очень подходит, потому что он направлен на поддержку людей, на поддержку экологии, на поддержку нашей планеты. И вот гуманисты как раз это наши первые, можно сказать, клиенты. Естественно, если мы правильно с ними поговорим, если мы правильно их заинтересуем, то эти люди будут выкладываться по полной в нашем проекте, потому что для них будет важно не только заработать, а для них будет важно внести свой вклад в развитие конкретно этого проекта, потому что проект нацелен на экологию и спасение. То есть это достаточно творческие, трудолюбивые люди, для них важно мнение о них, то есть то, что они делают. Им очень важно, чтобы их работа была оценена, что думают окружающие, насколько комфортно будет окружающим от их присутствия, от их действий, от их работы. Да, но с этими людьми, если правильно их распознать, тоже очень легко общаться. И четвертая категория людей – это аналитики. Обозначаются они синим цветом, их еще можно назвать дипломатами. Для них важны факты, цифры, анализ, сопоставление. С ними можно разговаривать конкретно цифрами и фактами. Для них нужна конкретика, они контролируют ситуацию, для них важны система, порядок, точность. То есть мы уже говорили, что когда мы презентуем им проект, мы обязательно говорим о наших сроках, о наших 14 этапах, когда началось, когда закончилось, сколько сертификатов. Для них даже важно, какое образование у самого Юницкого, сколько у него есть дипломов, какими профессиями он по жизни овладел. Это такие люди, которые любят копаться в деталях. И разговаривая с ними, чем больше мы им предоставляем таких деталей, тем больше вероятности, что они пойдут с нами на контакт, мы их заинтересуем, и они будут тоже с нами сотрудничать. Это вот такой вот слоненок, из мультфильма нашего «38 попугаев». Я приводила вот такую табличку, которая помогает быстро распознать человека, кто он, звезда, командир, гуманист или дипломат. Но ни разу в чате мне никто не написал, что она не совсем понятна. И потом мне позвонили и сказали, что очень долго пытались за моими мыслями уследить и понять, как мои мысли вообще отобразить на этой схеме. На самом деле, потому что я говорю, что она простая, и не все понимали, каким образом она простая. Вот поэтому сейчас я вам покажу, прям вот мышку возьму и покажу, как работать с этой схемой. По ней действительно она дает нам подсказку, как быстро определить человека. Посмотрите, здесь у меня справа и слева идет шкала в баллах от единицы до десяти. Это оценка, вот такая вот шкала в баллах. Дальше идут колонки. Первая колонка – это эмоциональность, как мы определяем эмоциональность по десятибальной шкале. Дальше средняя колонка – это жестикуляция по десятибальной шкале. И третья колонка, сверху вниз, вертикальная, это скорость принятия решений. И теперь смотрите, берем желтый квадрат. Это у нас звезда. У него эмоциональность на высоком уровне от восьми до десяти. То есть это очень эмоциональный человек. Жестикуляция у него тоже достаточно на высоком уровне от восьми до десяти. То есть человек эмоциональный, человек в разговоре жестикулирует. И скорость принятия решения у него отколеблется выше среднего все равно с шести до восьми. Вот такая вот оценка его скорость принятия решений. Вот это у нас звезда. То есть, когда мы видим, что эмоциональный, жестикулирующий человек, улыбающийся, позитивный, все, это у нас звезда, мы сразу понимаем, как с ним общаться. Дальше берем командира, красный, эмоциональность, берем по первой колонке, эмоциональность у него ниже среднего, то есть, это человек достаточно спокойный, уравновешенный, эмоциями брызгать ему не обязательно, он знает, чего он хочет, знает четко, конкретно, какова цель и как к ней идти. Следующий показатель – жестикуляция. Жесты у него выше среднего, но эти жесты, они больше такие, указательные. Вот надо делать так, а не так. Берешь вот отсюда, вот сюда складываешь, вот так вот раскладываешь, то есть, да, у него эти жесты больше указывают на действия, которые нужно сделать. Скорость принятия решения у него достаточно высокая, потому что, если человек знает, чего он хочет, он точно так же очень быстро принимает решения. Он только получил какие-то факты четкие, и все, он принимает, либо да, либо нет. Следующего берем, кто у нас, берем, давайте анали, ну гуманиста, ладно, пускай у нас идет по очереди, это у нас будет гуманист, да. Значит, гуманист, смотрим, эмоциональность выше среднего, жестикуляции практически нет, ниже среднего. Это человек достаточно спокойный, потому что ему важно войти в контакт с человеком, наладить такое, можно сказать, теплое взаимоотношение. Ему не нужно для этого там прыгать, скакать, размахивать руками. Да, он очень спокойно с человеком разговаривает. Вот. И принимает решения он дольше, потому что он дольше взвешивает, он дольше взвешивает за и против, потому что ему главное, чтобы всем было хорошо. Вот. И четвертый у нас аналитик. Это абсолютно уравновешенный, абсолютно спокойный человек, у которого эмоции все под контролем. То есть, видите, низкая очень оценка от одного до трех. Жесты тоже самое, жестов там практически не существует, они тоже все очень спокойные. Вот. И скорость принятия решения у него немножечко выше, потому что у него тоже факты. Так как он сопоставляет факты, он любит цифры, он подумал, он тоже долго не раздумывает, но покопаться в цифрах он любит, да. Вот. Вот поэтому, говорю, по этой шкале вы можете очень легко распознать человека. Вы можете там, не знаю, скриншот с экрана сделать, да, и потом еще посмотреть эту табличку. Достаточно быстро можно посмотреть, на каком уровне это жесты или эмоции, и вы сразу можете понять, какой цвет у этого человека. То есть, это на самом деле очень важно, потому что, когда мы общаемся с человеком, если мы, вот, как я сказала, звезду начнем критиковать, он у нас обидится, он не хочет с нами контактировать. Да, если мы начнем давить на дипломата, допустим, который хочет какие-то цифры, какие-то факты, мы начинаем на него давить, начинаем что-то ему доказывать, да что ты там копаешься, да и тут и так все понятно. Все, мы потеряли контакт с этим человеком. Это ошибки, которые ни в коем случае нельзя делать. Кстати, в общедоступных файлах, которые можно скачивать, посмотрите, там есть ошибки, которые люди допускают при общении вот с этими психотипами людей. Вы скачайте, пожалуйста, у кого еще, кто еще этого не сделал. И это тоже хорошая такая подсказочка немножко, что нельзя делать в общении, в работе с этими людьми для того, чтобы наша работа была продуктивной. Вот, и так мы переходим к нашей задаче сопровождения, которую, в принципе, мы сегодня должны разобрать. Что такое сопровождение? Это наши дальнейшие шаги, которые мы делаем после того, когда человека пригласили, послушали вебинар какой-то или сходили с ним на презентацию, после презентации позвонили, если он слушал вебинар, если мы были с ним на презентации какой-то общественной, то, не знаю, идем на чашечку кофе и ведем с ним беседу. Вот, мы сделали первые три шага, и вот сейчас наступает наш четвертый шаг. Насколько профессионально мы сделаем это, от этого зависит наша дальнейшая работа и дальнейший и наш успех, и успех нашего партнера, потому что мы же ему не только предлагаем быть инвестором, мы же тоже предлагаем ему бизнес, мы учим ему, как делать первые правильные шаги для того, чтобы он тоже сумел построить свой бизнес и заработать. Потому что мы прекрасно понимаем, сегодня такое время, когда мы, предлагая людей в обязательном порядке, предлагаем им бизнес, потому что многие сейчас остались без работы, кто-то ушел добровольно-принудительно, кто-то просто понял, что на основной работе сейчас совсем все сошло на нет, зарплаты стали маленькие, занятость никакой. Если там работодатель пытался еще каким-то образом удержать работника, то у многих, вот сколько мне рассказывают друзья, что сами пишут заявления, потому что поставлены в такие условия, что работаешь-работаешь, а заработка нет, да, либо заданий никаких нет, ну, занятость не такая, да, и зарабатывают очень мало, поэтому люди уходят. И мы сейчас как раз предлагаем им бизнес. Так вот, наш четвертый шаг – это вовлечение в систему поддержки. Мы, прежде чем вообще человеку после вебинара рассказывать, каким образом можно вообще войти в эту систему, да, войти в проект, мы сами должны быть абсолютно стопроцентно подготовлены. То есть идеально знать кабинет, но это уже, знаете, как дважды два мы должны понимать. Вот, приглашая человека, мы делаем ему экскурсию по кабинету, естественно, мы ему предлагаем регистрацию, предлагаем открыть ему свой личный кабинет или там свой личный офис. Называйте это, как вам больше нравится. Мне понравилось это выражение, не давайте я вас зарегистрирую, давайте я вам открою личный офис, и вы сможете получить доступ к закрытой информации, да, потому что, например, наши пакеты, наши инвестиционные предложения, они не в открытом доступе, их может видеть человек только тот, который уже имеет свой личный кабинет. Вот, делаем ему экскурсию, показываем, где что находится, как новости, где какие вебинары, знакомим с нашей программой, вот, ну, естественно, с нашими инвестиционными предложениями. То есть все, 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 чтобы человек мог сориентироваться и принять решение, что ему дальше делать, это и есть наше сопровождение вот на этом четвертом шаге. Мы помогаем человеку принять решение, мы его не оставляем, потому что, если мы просто ему сказали, ну, вот тебе ссылка, зарегистрируйся, там кабинет посмотришь, но может быть даже такое, что человек загорелся, да, ему понравилось, но в какой-то момент он почувствовал себя брошенным, потому что в одном месте что-то недопонял, там не смог зайти, там что-то не загрузилось, и все, и он остывает, понимаете, он остывает. Здесь очень важно знать и помнить статистику, статистика успеха в наших последующих действиях, в последующих встречах и в последующих наших сделках такова, что если мы после того, когда с человеку, человеку познакомились с проектом, и он загорелся, он сказал, да, я, в принципе, готов, если мы сопровождаем его в течение первого дня, первых, можно сказать, 24 часов, да, если даем ему какую-то информацию, которая ему еще нужна, мы считаем, что ему нужно увидеть, он какие-то вопросы задал, что-то недопонял, хочет дополнительную информацию, то вот если вот первые 24 часа мы его не оставляем, то статистика нашего успеха, статистика того, что человек будет с нами в бизнесе 70%, если мы ему после нашего вебинара звоним на второй, на четвертый день, то проценты очень понижаются, это уже будет 23% успеха, потому что человек успеет за это время еще отвлечься на массу дел, куда-то уехать, потом ему будет не до нас, не до компьютера, не до многого чего, и процент нашего успеха падает, процент того, что человек будет с нами в команде, тоже очень понижается. Если мы это оставляем еще больше, если мы оставляем это на 5, на неделю, на 10 дней, потом вдруг вспоминаем, о, слушай, а помнишь, мы с тобой 10 дней назад, вот, он скажет, да, я помню, ну вот я уже там что-то посмотрела, вообще я уже в другой проект, потому что на второй день меня встретил другой знакомый, повел на другую презентацию, мне так понравилось, я заинтересовался, да, такое тоже бывает, вот, такое бывает, и я думаю, что у вас тоже, тоже такое даже и бывало, поэтому не даем остыть нашим клиентам, если человек воодушевился, если человек сказал, да, если мы увидели положительную, позитивную эмоцию на его лице, все, мы его не бросаем, мы делаем все, что нужно ему, то есть мы полностью предоставляем ему, можно сказать, себя и свои услуги в распоряжении, пожалуйста, что нужно, я тебе даю. Вот, значит, нам нужно, какова стратегия вообще последующих действий, во-первых, мы держим линии связи открытыми, это то, о чем я только что сказала, мы должны быть в доступности, да, то есть мы и человеку даем информацию дополнительную, которая ему нужна, и всегда отвечаем на звонки, если нужна встреча, делаем встречу, если мы чего-то не знаем, если мы не знаем ответ на какой-то вопрос, ничего не придумываем, ничего не сочиняем, мы не обязаны все знать, мы говорим человеку, знаете, да, в этом вопросе я еще не разобрался, ну, давай я посмотрю, поспрашиваю, узнаю, обязательно тебе отвечу, и мы это делаем, мы ищем информацию, мы находим ответ на этот вопрос, и отправляем или звоним клиенту своему, да, своему будущему партнеру или уже нынешнему партнеру, для того, чтобы он понимал, что не ему самому нужно рыться, копаться, он понимает, что у него есть всегда рядом поддержка, вот, пишем ему, отправляем ему на e-mail какую-то дополнительную информацию, что-то где-то произошло, какие-то новости хорошие вышли, да, мы не знаем, там посмотрел человек, не посмотрел эти новости, мы отправляем ему на e-mail информацию, извините, пожалуйста, извините, маленький недочет, не закрыла дверь в свою комнату, а учим, а учим своих партнеров отключать телефоны, закрывать дверь, включать хорошо свет, чтобы нас было хорошо видно, видите, у всех бывают такие небольшие казусы, так, дальше, что мы делаем, это мы думаем о повторной сделке в обязательном порядке, когда мы человека довели, допустим, до первой инвестиции, мы говорим ему, давай подумаем, есть еще какие-то пакеты, есть еще какие-то предложения, возможно, не забываем о том, что у нас есть детские пакеты, да, возможно, человек захочет сделать ребенку какой-то подарок, то есть повторная сделка, она всегда должна быть у нас на уме, да, мы должны не забывать о том, что мы продолжаем с человеком сотрудничать, и не так, что сделаю инвестицию, ура, здорово, у меня в первой линии уже есть человек, у меня 10 месяцев будут поступления, классно, хорошо, нет, не бросаем, думаем, предлагаем все, что у нас есть, наши конкурсы, наше новое предложение, как только что-то появляется, обязательно ставим в известность, потому что, опять-таки, не все наши партнеры начинают ежедневно, там, через день следить за информацией, которая у нас появляется, это мы, кто уже давно в проекте, мы, у нас уже, наверное, как привычка утром встать, купить, включить компьютер, посмотреть, какие сегодня новости появились, да, новые партнеры этого не делают, поверьте, я говорю, собственного опыта, очень многие подолгу не заглядывают, и когда им говоришь, ты видел новости, ой, нет, а что ты мне не прислала, то есть они даже в какой-то момент считают, что это наша обязанность, и, в принципе, ну, я думаю, нам нужно это делать. Вот, также мы в обязательном порядке, если этот человек получил положительные эмоции от того, что он подключился, от того, что он, значит, заключил какой-то там контракт, какой-то пакет, то он с этой же эмоцией идет дальше, и люди, которые его окружают, для нас тоже очень важны, мы и его мотивируем пообщаться с этими людьми, или просим контакта этих людей, потому что объясняем ему, что если он даст контакты людей, и мы поможем ему этих людей вовлечь тоже в систему, в наш проект, то у него уже пойдут первые заработки. Это тоже очень важно, помочь своему партнеру получить эти первые заработки, помочь своему партнеру вовлечь в систему первых людей, и научить его на этих первых клиентах, научить его работать, научить его дублицировать нашу работу. Это очень важно, потому что как только он получит на свой бонусный счет первое поступление, вспомните себя, как это мотивирует, как это радует. Я помню, что мы с подругой вдвоем пришли, мы приняли решение одновременно войти в проект, но так как я первая узнала, а я ее пригласила, она стала как бы после меня. Она стала после меня и естественно мы сделали инвестицию, я сделала инвестицию, она сделала инвестицию и я получаю на свой бонусный счет первую денежку. Боже мой, как же это классно, как же это приятно. Поэтому помогите, возьмите контакты друзей, возьмите контакты людей, знакомых вашего клиента и помогите ему получить на бонусный счет первую сумму. Это действительно очень его смотивирует и порадует. И очень важно помнить, что многие люди нам говорят, хорошо, я тебе перезвоню, хорошо, мы посмотрели презентацию, я перезвоню. Наверное, не стоит на это уповать, потому что очень многие люди не перезванивают, у них появляется много причин, вообще не со зла, даже не передумали, они участвуют в проекте. У них свои личные причины появляются и они не перезванивают. И тогда, вот именно тогда получается, что мы не сопровождаем его в первые дни, у нас получается сопровождение на пятый-десятый день, потому что мы вспоминаем, на что ты мне не звонишь. И вот как раз тут наш процент успеха падает. И запомните, что нет плохой презентации, есть плохое сопровождение. Презентация, она, знаете, вы ли ее ведете, специалист ли ее ведет или просто ролик посмотрел. Вы можете одним роликом человека заинтересовать. Человек тот, который увидит что-то свое в этой презентации, а он его увидит буквально моментально в течение первых 15 минут, человек уже понимает, что именно в этой презентации ему нравится. И он может начинать задавать вопросы по тому направлению, которое его интересует. Поэтому нет плохой презентации, но есть плохое сопровождение. Мы как, вот я специально такую картинку подобрала, лейка и цветок. Если мы из этой лейки будем поливать цветок, цветок будет расти. А если мы наберем полную лейку воды и поставим рядышком с цветком, никакого прока от этой лейки нет. Цветок не будет расти, он не сможет сам взять воду. Так же и мы со своим клиентом. Поливаем своих клиентов, растим своих клиентов, ухаживаем за ними, выращиваем, лелеем их как цветы. И они, поверьте, нас тоже порадуют. Заинтересуем, а они нам еще могут такого наворотить. Вот как у меня было, что пригласила человека, который не сетевик, но она настолько загорелась. Да я сама такая же была. Настолько загорелась проектом, как начала бомбить, начала приглашать людей. И причем людей тоже не сетевиков. И вот мы из них делали команду, делали из них все вместе сетевиков. Сохраняйте теплый контакт. Что значит сохранить теплый контакт? Мы общаемся с человеком не только в рамках проекта. Ведь в разном общении с человеком, мы уже говорили, что и когда по телефону мы разговариваем, мы человека слушаем, мы слушаем его проблемы, мы слушаем информацию о нем. Мы принимаем информацию о нем, мы вникаем в то, что человеку интересно, чем он живет. Потому что мы же как раз из этого строим свою презентацию и свою мотивацию ему, да, подаем мотивацию какую-то. Мы берем информацию об этом человеке, то, что вот у нас уже накопилось, то, что мы о нем узнали, исходя из этой информации, мы ему тогда предлагаем проект. И делаем акценты на те вещи, которые его интересуют, да. Вот, и зная уже эту информацию, не связанную с проектом, посылайте какие-то, может быть, не знаю, письма, новости, открытки этому человеку по его интересам. Поздравляйте, может быть, с праздниками, да. Но я уже говорила, не присылайте своим клиентам рассылки сейчас через WhatsApp, Viber, очень многие люди с праздниками, там, с пятницей, не знаю, с воскресеньем, первый день лета, ну, также и 8 марта, и Новый год, пересылают друг другу открытки. Вы знаете, вы все, наверное, получали такие открытки, на которых написано сверху, пересланные сообщения, да. То есть мы понимаем, что человек взял, набрал каких-то 20-30 своих контактов и отправил всем подряд одну и ту же открытку. Не делайте этого. Хотите открытку, пусть это будет открытка, но на эту открытку обязательно добавьте личные слова обращения, да. То есть чтобы человек видел, что это конкретно ему обращено, это поздравление, эти теплые слова. Или вообще просто напишите какие-то теплые слова поздравления, даже без какой-то стандартной открытки, которые с года в год перекидывают. Это немножечко огорчает и отталкивает, это оттолкнет от нас, от вас, человека, если мы так поступим. Но, естественно, проявляем искренний интерес, на самом деле интересуемся, не делаем вид, что нам это интересно, а теплый контакт, понимаете, какая-то такая добросердечная такая вот расположенность должна быть. Тогда человек это будет чувствовать, когда мы искренне, когда мы по-доброму к нему относимся. Вот, и он откликнется. То есть вырабатываем какую-то стратегию, пусть эта стратегия будет конкретно наша, да, чтобы она не отличала нас от других сетевиков, от других продавцов, которые там предлагают какие-то услуги. Выберите свои фишки какие-то, найдите свои изюминки, какие-то обороты речи. Мы уже бываем на разных тренингах, мы бываем на разных презентациях, на всевозможных мероприятиях. Найдите для себя какие-то, ищите, записывайте, запоминайте эти изюминки, эти фишки, и потом их используйте. И это будет конкретно, вот можно сказать, ваш стиль, ваша визитная карточка, это будет ваша стратегия. Итак, аргументация, работа с возражениями. Это один из достаточно нелегких пунктов, но в то же время, наверное, и можно сказать легких. Потому что если мы владеем информацией о проекте, если мы компетентны во многих областях, а мы это делаем, потому что мы обучаемся, мы получаем новую информацию, то нам разговаривать с людьми будет несложно. И для того, чтобы сошли на нет, для того, чтобы понизить процент возражений, нам нужно хорошо выстроить свою презентацию, свою беседу с человеком. Кроме того, что мы рассказываем о проекте, мы ведем такую произвольную беседу, задаем открытые вопросы. В этих открытых вопросах мы понимаем, какой информации человеку не хватило, что ему еще нужно. И в этой беседе мы создаем атмосферу взаимопонимания. Мы рассказываем о себе, о своих каких-то, может быть, проколах, или о том, как мы входили в проект. Может быть, отрицательно, может, положительно. Может быть, расскажите какие-то казусы, которые происходили с вами или с вашими партнерами. Как вы ездили в Экотехнопарк. То есть вы как будто бы заранее, вот человек говорит, есть такое возражение, ой, да это никогда не построят, да, или это никогда не поедет. Человек никогда в жизни вам этого не скажет, если вы ему уже в разговоре расскажете, как вы ездили в Экотехнопарк, как вы в первый год поехали, там был только один юнибайк ездил, а как мы поехали там через два года, и как мы все катались. А как мы поехали в 19-м году, и у нас вообще голова кружилась от того, что над нами на шести линиях, на шести трассах вперед-назад ездили эти наши вагоны, кабины, как работали там три трассы, которые катали людей с утра до вечера. То есть все, человек уже вам не скажет, что этого не будет, этого не построят, что этого, это негде посмотреть. Я помню, когда мы уже после нашей первой поездки в Экотехнопарк, если я не ошибаюсь, у нас был юнибайк, и по-моему, 14-местный юнибус уже ездил, две линии ездили. Вот, и когда, нет, когда мы уже первый раз на них покатались, вот на этой, да, когда мы первый раз покатались, по-моему, уже, слушайте, не помню, не буду врать, но мы видели, уже вагоны ездили, да, мы уже видели, и вдруг выходит статья в интернете, которая пишет, что эти вагоны сделаны из картона, и что их вообще, то, что описывается технология, то, что описываются эти рельсы, все, этого негде посмотреть даже, кроме компьютерной графики, этого негде посмотреть. Вы понимаете, но умный человек уже после этого вам не будет такие возражения делать, а такой, который вам доказывает, что этого негде посмотреть. Мы же понимаем, что с таким человеком мы, ну, если вдруг у вас спрашивают, где и как это посмотреть, я там прочитала, оказывается, то вы понимаете, что мы уже там были, вы уже ездили, да, но здесь вы все это рассказываете, вы это рассказываете действительно от души, от сердца, со всеми своими эмоциями, и вам, ну, вам уже не смогут вот именно так возразить, что это все неправда. Вот, и в то же время вы и разъясняйте, и уточняйте, правильно ли вас понял вообще человек, с которым вы сейчас беседуете, да, когда вы задаете ему открытые вопросы, когда вы конкретизируете какие-то моменты, вы понимаете, что хватило, чего хватило, чего ему не хватило, вы даете дополнительную информацию, таким образом, я просто возвращаюсь к первоначальной мысли, мы все возражения сводим на нет, либо их просто минимизируем. В любом случае, очень многие люди, они могут давать вам первый такой импульс, ой, у меня нет времени, ой, я не буду этим заниматься, ой, да я в это не верю, да столько лет пройдет. То есть, поймите, первые возражения, они совершенно необоснованы, они идут такие где-то импульсивные, интуитивные, это как первая защита, потому что человеку кажется, что вы от него сейчас чего-то будете требовать, вы от него хотите, и у него идет первое. На них, в принципе, если вы не закончили рассказ, на них вы можете не реагировать, да, вы можете, вернее, не отвечать, можете не отвечать, вы можете сказать, давай ты меня дослушай, потом мы об этом поговорим, вот. Но вот этот первый импульс, он не опасен, так скажем, не надо его бояться, это такая вот какая-то защитная реакция, вот, потому что у человека, на самом деле, существуют три причины, по которым возражает человек. Первое, это у него происходит сомнение в целесообразности вообще покупки, вхождения в проект, вообще надо ли ему это, надо ли ему это. Вот, и когда мы выясняем в открытых вопросах, что именно вот этого не хватает, ему аргументы какие-то нужны для принятия решения, ему конкретно нужны аргументы, мы ему их даем. Вторая причина, это потребность просто в дополнительной информации, просто для принятия решения человеку еще не хватило информации, и мы тогда даем ему еще дополнительную информацию, либо мы в разговоре даем, если мы можем продолжать дальше разговор, либо если мы расстаемся, мы ему говорим, что ты мне не говори сейчас, окончательного ответа не говори, давай я тебе пришлю еще несколько роликов, У меня есть там тот и тот, еще интересная информация, я не хотела тебя загружать, допустим, сразу, потому что мы понимаем, что тоже этого нельзя делать сразу, загружать много-много, прям ворох информации высыпать на человека, тоже нельзя вываливать. Обязательно делайте то, что вы обещали. Обещали email, прислать ролики, прислать какие-то статьи, какие-то новости, обязательно выполняйте свое слово. И третья причина – это вежливый отказ. Он, конечно, может быть и не очень вежливым, но если человек уже вас выслушал и вы с ним пообщались, то да, это будет вежливо, он скажет спасибо, было очень интересно, но все-таки нет. Прочувствуйте это, потому что первое, может быть, он почувствовал какое-то давление, говорит нет, второе, может быть, мы обратились просто не в то время к человеку, не в то время, не в то месте оказались. И, может быть, человек действительно абсолютно не хочет, абсолютно ему это интересно, и он абсолютно не хочет этим заниматься. Отпускаем его, как мы в телефонном этикете разбирали, говорим ему большое спасибо за встречу, благодарим его. Может быть, если вы расстаетесь на очень хорошие нотки, позитивные, может быть, спрашиваете, может, мы когда-нибудь с вами еще встретимся, может быть, я могу вам что-то прислать. Если он уже конкретно говорит, нет, я не буду на это тратить время, не надо мне ничего присылать. То есть, поймите, на этого человека не нужно тратить ни свое время, ни свою энергию. Оставляем, отпускаем этого человека, отпускаем его с миром. Может случиться так, что когда-то он сам к нам вернется, придет и скажет, слушай, а что ты мне там говорил? Вот я смотрю, там слышу, вижу, все развивается, мне тут еще кто-то предлагал, но вот я подумал, что я с тобой первый раз разговариваю, у тебя была хорошая, интересная информация. Вот они, эти люди, есть процент, которые придут еще к вам. То есть, из тех людей, которые вам откажут, которых вы оставите в покое, есть процент, который к вам придет. Поэтому отпускаем его с миром и по-доброму. Так, почему-то у меня все время... Кнопка одна. Какова наша реакция должна быть на возражения? Для того, чтобы мы могли с этим возражением работать, с любым возражением, мы должны его осознать, мы должны его принять и мы должны его нейтрализовать, для того, чтобы мы могли работать дальше. Вот, так вот, осознать – это дать человеку все-таки высказаться. Если он начинает, вот, что-то ему не пошло. Дать ему высказаться. Хорошо, скажи мне, что не так, что тебя смущает, в чем тебе чего-то не хватило. Да, пусть он выговорится. Понимаете, это как банка с водой, которая налита полная, вот налита полная банка воды. И вам туда надо добавить сироп, чтобы вода стала слаще. Но сироп добавлять некуда. Вам нужно отлить немножко воды. Так вот, дайте клиенту высказаться. Пусть он этот негатив, который его наполняет, эти сомнения, которые его наполняют, пусть он их проговорит, пусть он их выльет, выльет из себя, и там останется место, куда вы уже потом свои аргументы и вставите. Принимайте это возражение. Он говорит, у меня нет денег. Да, я понимаю, что у тебя нет денег. Согласитесь с ним, но это же не постоянно будет так. У тебя они будут, тем более, что в данном проекте я тебе предлагаю их еще и заработать. Да, то есть примите то, что он говорит. И потом, может быть, отзеркаливая на него то, что он сказал. Проговариваем еще раз, но тут же даем ему аргумент, что это возражение, в принципе, ну, как говорится, гроша ломаного не стоит, что мы с этим справимся и поможем ему справиться очень хорошо. Вот. Ну и нейтрализовать – это вот как раз то, что я сейчас говорю, что мы находим аргументацию для того, чтобы нейтрализовать эти возражения. По поводу возражений. Здесь тоже есть файл у меня, тоже можете скачать. Там из трех разных источников есть примерные диалоги, примерные ответы, как отвечать на возражения, да, из трех разных источников. Посмотрите, какие вам будут, ну, больше, можно так сказать, вы сможете принять, какие вам больше пойдут на, как бы, лягут на сердце, да, те и используйте. Главное не превратиться в робота, главное не говорить слово в слово заученные фразы, но общее понятие, каким образом с ними работать, там в этом файле есть. Пожалуйста, берите, пользуйтесь, изучайте. Где мы берем, в каких базовых группах мы берем аргументацию. Это характеристики и качество нашего транспорта, да, мы все равно говорим о транспорте. Вот, это выгоды, которые он несет, и доказательства, да, то есть, в принципе, вокруг этого всего и вертится наша аргументация. Вокруг этого всего мы строим свои ответы, доказывая, показывая, не знаю, давая дополнительную информацию своему клиенту. Например, смотрите, вот возьмем выгоды, да, при этом мы не забываем, с кем мы разговариваем, с кем, с гуманистом, со звездой, с дипломатом, да, или с командиром, потому что вот берем, допустим, выгоды, элементарно, здоровье, скорость, экономичность. Мы о здоровье поговорим с гуманистом, что вот это несет, да, здоровье, это образно, да, это будет и здоровье, это будет и экология, и все, но гуманисту мы на это сделаем акцент. Звезде мы сделаем акцент на скорость. Это скорость, это высота, это супер, это классно, это красиво, это быстро, это удобно. Дипломату мы расскажем о том, насколько это экономичный человек, который любит считать, который видит риски, который любит сопоставлять факты и цифры, вот. А командиру что мы скажем? Командиру мы просто перечисляем. Это и здоровье, это скорость, это экономичность, то есть там нужны конкретика, конкретика и четкость, да. Вот, пожалуйста, элементарно мы берем одну и ту же вещь, но мы по-разному, разным людям, мы делаем разный подход, разную подачу информации. Вот это вот, если мы это будем всегда учитывать, у нас всегда получится с этими людьми, получатся очень хорошие, продуктивные разговоры. Ну и моя любимая техника Меджамина Франклина, она действительно очень действенна. Не игнорируйте ее, научитесь это делать. Это техника, что нравится, что не нравится, можно так даже сказать. Берем белый лист бумаги, чертим его на две колонки и с одной стороны даем клиенту, чтобы он написал свои сомнения, свои минусы, которые он вдруг увидел в том, что мы ему рассказали, минусы и в самой технологии, минусы инвестирования, не знаю. Ну вот пусть он напишет свои минусы, свои сомнения в одну колонку, а мы берем, вы берете и пишете плюсы и достоинства в другую колонку. И естественно, так как мы о технологии знаем очень много, так как мы уже, если мы опытные, то мы прожили уже несколько этапов из 15 вместе с технологией, и она у нас пропущена все-таки через нас, через наше сердце. Я всегда об этом говорю, наверное, все-таки где-то в душе гуманист, потому что я прям реально вот всей душой, всем сердцем в проекте переживаю за все, участвую, то есть я очень-очень через себя пропустила все события, которые у нас происходили, да, все достижения. Вот, поэтому я знаю, что плюсов я и такие люди, как я, которые давно в проекте, они напишут очень много, они напишут много, и тогда наглядно, взяв этот лист и сравнив плюсы и минусы, это будет для человека действительно тоже таким большим аргументом, да, мы отпускаем его с этим листом, с этими плюсами, которые перевешивают, для того, чтобы он принял спокойно решение, как ему дальше быть. Вот, это что касается возражений, да, с возражениями, конечно, работать нужно, и нужно учиться, и не скрою, что я сама, рассказывая о том, что я знаю, все равно продолжаю учиться, смотрю какие-то ролики, слушаю каких-то тренеров, и все время нахожу что-нибудь новенькое, да, потому что люди разные и разный подход. Хочу немножко поговорить о конверсии. Что такое конверсия? Ну, обозначается она в процентах, здесь на картинке, на моей, на слайде показано, примерно на примере посетителей сайта, который что-то продает, да, то есть конверсия – это соотношение выполнив каких-то действий к конечному результату. Если это речь идет о сайте, то это количество посетителей сайта к реальному количеству покупок, которые произошли на этом сайте, да, то есть есть люди, которые просто посмотрели, есть, которые написали в компанию, что, да, понравился ваш продукт, или задали какие-то вопросы, уточняющие по поводу этого продукта. Потом кому-то что-то понравилось, кому-то не понравилось. Кому понравилось, они говорят, да, мы хотели что-нибудь, может быть, приобрести у вас. То есть процент людей, которые уже выразили намерение что-то приобрести, он уменьшается. Вот из них, вот они выразили намерение, начали обсуждать стоимость, там условия какие-то, может быть, они хотят какие-то скидки, да, и условия, которые им предложили, тоже подошли не всем, и только маленькая часть людей все-таки совершила покупку на этом сайте. И вот это и есть конверсия. У нас, может быть, тысяча человек посетили сайт, а три человека только, там, или 30 человек что-то приобрели. Допустим, давайте в нашем случае, чтобы было более понятно, представим, что у нас есть 100 контактов, и мы должны совершить 100 звонков. Вот, это будет наше 100%. 100 звонков, мы совершаем 100 звонков. В этот день у нас кто-то поднимает трубку, кто-то не поднимает трубку. Значит, у нас уже процент людей, с которыми мы имеем возможность работать дальше, он понизился. Остаются только те, кто поднял трубку, вообще, кто с нами разговаривал. Мы предлагаем человеку встречу. Опять, кто-то отказывается, кто-то соглашается. Значит, процент уже понижается. Мы ведем, проводим презентацию, выполняем все свои действия, о которых мы, да, все время говорим. И у нас инвестицию делают, допустим, из тех 100 человек, которых мы обзвонили, у нас до инвестиции, до конечного результата мы довели, ну, давайте, 10 человек. Значит, у нас конверсия 10%. Вот так вот в процентах обозначается конверсия, да, соотношение выполненных действий к конечному результату. Каковы же есть фазы вовлечения? Вот на этапе, нашем этапе, когда мы ищем человека, ищем потенциального партнера и получаем инвестицию, да, от поиска потенциального партнера, вот поиск потенциального партнера, до инвестиции происходит несколько фаз. В данном случае я описала только 6 фаз, да, 6. Каждый для себя может сократить. Это, знаете, как такое, может быть, даже домашнее задание поработать, посмотреть, сколько этапов, столько, сколько ступеней мы проходим. Первая фаза – это мы ищем человека, мы находим, мы делаем звонок, приглашаем его на встречу, то есть первое наше общение – это могут быть звонки, это может быть наша первая встреча. Как мы делаем презентацию проекта, как мы делаем первичное предложение? Это же мы все делаем все равно не строго по графику, да, не строго по списку, а мы это делаем, ну, как у нас получается. Вот, и этих фаз может быть больше, может быть меньше, но наша задача – научиться плавно и быстро переходить от одной к другой. То есть как только мы поняли, что у нас в первой фазе все успех, человек понял, понимает, что заинтересовался, все, мы переходим в следующую фазу, опять-таки не оставляя его, да, не чтобы, вот опять хочу сказать, пока он не остыл, плавно переходим из одной в другую. И вот это наш, вот этот весь наш цикл от поиска, ну, даже давайте не от поиска, а от того, как у нас появился первый клиент, появился первый клиент, и мы начинаем с ним работать, да. Хорошо, когда это занимает, этот цикл занимает 7-10 дней, это нормально, да, это значит, что мы не бросили, это значит, что у нас правильное сопровождение. И если в течение 7-10 дней мы человека доводим до инвестиции, это очень хороший показатель. На самом деле для новичка это суперпоказатель, если он может одного человека в неделю подписать, 4 человека в месяц. Мы когда начинали, даже я когда начинала, я настолько загорелась, когда я поняла, что это такое, я настолько загорелась, мне казалось, что я сейчас приду в зал, там будет 50 моих знакомых, они все придут, во-первых, на мое предложение, и на мое предложение откликнутся, и я так расскажу, что все 50 сразу зарегистрируются, прям не уйдут домой, в очереди выстроятся. Вот мне так казалось, что это будет так. На самом деле все далеко не так, и если вы начали работать с одним человеком, и вы за неделю довели его до инвестиции, то это очень хороший результат, поверьте. Потому что 4 человека, 4 новичка в месяц, это здорово. 4 человека, которых вы научили, которых вы заинтересовали, это здорово. Поэтому если этот цикл вовлечения составляет 7-10 дней, это очень хороший результат, и к этому нужно стремиться. Есть, да, про цикл вовлечения как раз таки я уже сказала, вот как задание немножко понаблюдать за собой, и очень важно еще знать, сколько потенциальных инвесторов сейчас у вас есть, и на какой они фазе. посмотреть, где мы тормозим, почему эти люди остановились, почему они не пошли дальше, какие ошибки в сопровождении мы сделали. Да, вернусь сейчас к этому слайду. У нас сейчас может быть так, что о технологии я рассказала 20 своим знакомым. 20 людей у меня есть, которые знают, чем я занимаюсь, знают о технологии, знают, что можно инвестировать. Да, я им всем дала какую-то информацию, но они до сих пор не со мной, не до сих пор не в моей команде. Прямо выпишите этих людей на листок и проанализируйте, на какой они сейчас фазе. Было ли у вас с ними первое общение, была ли у вас уже презентация, было ли первичное предложение, сделали ли вы повторно, дали ли вы какую-то дополнительную ему информацию для того, чтобы он принял это решение. На какой фазе остановился каждый из этих клиентов. И посмотрите, где у вас слабинки. Если вы увидите, что на какой-то из этих фаз у вас застряли все 20 клиентов, значит, это ваша недоработка. Поработайте с собой, посмотрите, где свои ошибки, свои ошибки, свои недочеты, где вам не хватает какой информации и возьмитесь за этих людей. Не за всех сразу, не за всех сразу. Точно так же по одному, буквально по одному выведите их, можно сказать, переведите их в следующую фазу. Работайте над этим. Если вы будете это знать, вот где, на какой фазе ваши люди сейчас, если вы это осознаете, сможете сами понять, вы продвинетесь. И поверьте, у нас у всех много таких людей, которые знают, но не приняли еще решение. И здесь тоже будет своя конверсия. Возьмем каких-то 20 людей, поработаем с ними, обязательно кого-нибудь, да точно мы доведем до инвестиции. Дорожка успеха. Что такое дорожка успеха? Это вот как раз наши три шага, когда мы находим человека, сообщаем ему о том, чем мы занимаемся, что мы ему предлагаем. Проводим первую встречу, на которой делаем наши презентации и ответы на вопросы, беседы. И инвестиции, да. Находить, сообщать, встреча, инвестиции. Вот это дорожка нашего успеха. Сколько таких дорожек у нас запущено? Это как раз то, о чем я вам сейчас сказала. Это те люди, которые где-то застряли на каких-то фазах. Сколько таких дорожек можно иметь одновременно для продуктивной работы? Максимум 6 одновременно, максимум 6. Так, вы тогда и всех держите в поле зрения. Так, этому рассказала, с этим я встретилась, этому я должна была отправить e-mail. Все, я отправила, мы договорились о встрече через два дня. Так, все, жду два дня. Так, второй, что у меня со вторым? Ага, со вторым мне надо это, это, это. Хорошо, делаю прямо сейчас, жду от него ответа, когда мы встречаемся. То есть вот таким образом, если мы очень плотно этим занимаемся, 5-6 человек максимум мы можем держать в своем поле зрения и мы сможем осуществить продуктивное сопровождение. Больше не надо, не беритесь больше одновременно, не беритесь. Лучше вообще 3 человека. Лучше 3. Довели этих 3 до инвестиций, тогда берем следующих, берем новых. Не запускайте этих дорожек много. Будет запущено много, затормозятся все. Вот поверьте, конверсия будет намного ниже, намного ниже. Ну и от чего она, конечно, зависит? Она зависит от нашего все-таки первого контакта. Первый контакт с человеком. Смогли мы создать какое-то доверие или не смогли? Где-то... Нет, об этом не буду. При первой встрече, при первом контакте мы говорим первым. Здравствуйте, меня зовут вот так-то, так-то, так-то. Я занимаюсь тем-то, тем-то. Мы обязательно должны представиться. Можно говорить, занимаюсь стартапами, которые приносят долгосрочную прибыль. Здесь тоже очень важно найти эту фразу, которая заинтересует человека, которая заставит... Можно всем красивое слово, человек вообще вас выслушает, да, которая откроет, создаст вот это доверие, и человек будет вас дальше слушать, да. Может быть, поддерживая инновационную транспортную технологию, скажем вы. Вот эта первая фраза, она очень важна. Создайте ее свою, чтобы она для вас была комфортной. Очень хорошо, если вы, назвав себя, вот если это по телефону, да, если это по телефону, да, в принципе, и при встрече можно. Если это по телефону, здравствуйте, меня зовут так-то и так-то. И я говорю, вы сразу спрашиваете, я говорю с Владимиром. Да, все, вы назвали его уже первый раз по имени. Это тоже очень важно. Это тоже создает уже вот этот теплый контакт, да. Очень важно соблюдать корпоративный стиль, то есть насколько мы будем, как мы будем одеты. Наш внешний вид – это вообще просто неотъемлемая часть. Если вы идете к незнакомому человеку навстречу, наш внешний вид играет очень большое значение, очень большое. И атрибутика, которую мы используем. То есть это ручка, это папка, это с нашим логотипом. Вот, наверное, на следующем слайде, да, есть наши визитки, ручки, маленький значок. Это должно быть все аккуратно, со вкусом, но нам обязательно нужно использовать свою атрибутику. Еще хочу сказать по поводу того, как мы здороваемся. Если мы идем на встречу, особенно сейчас летом, и здоровайтесь с человеком за руку при встрече, запомните, первое, у вас всегда должна быть, когда вы к нему подходите, у вас уже должна быть свободна правая рука для рукопожатия. Не только потому, что вы там при нем перекладываете, там, допустим, ноутбук из правой в левую, это какие-то, ну, такое немножко неудобное, может быть, ну, так, действие какое-то, да, неудобное. Не только поэтому. Вы подходите к человеку, издалека у вас правая рука свободна. Еще и потому, что если вы несли в руке, вправо и несли тот же ноутбук или сумочку, то она могла у вас вспотеть. Вам нужно заранее переложить в левую руку для того, чтобы пока вы подойдете, у вас немножечко высохла, остыла рука, да. И тоже очень неприятно пожимать влажную руку. Мы сейчас понимаем жарко, об этом тоже нужно помнить, потому что, в принципе, очень многие правши носят все-таки сумки в правой руке. Это такое маленькое замечание, я тоже услышала это на одном из тренингов, и я поняла, что, ну, это такое достаточно существенное замечание, потому что если вы поздороваетесь мокрой рукой, у человека уже может такое возникнуть настолько неприятное ощущение, что он вообще в первые минуты даже не будет слышать, что вы говорите. Это немаловажный факт, придавайте этому значение. Вообще многим молодчам нужно придавать значение, особенно когда мы идем на первый контакт, потому что первое впечатление о нас создается в первые 90 секунд, и дальше мы уже либо работаем на авторитет, либо мы уже не пытаемся исправить, можно так сказать, ситуацию. Также мы используем всегда печатные материалы, тоже у нас есть базовые нормы, которые мы соблюдаем при печати каких-то материалов, если мы их заказываем сами. Используем также компьютерную презентацию, которая у нас есть, единая для всех. Используем ее либо в полном объеме, либо сокращаем, там мы можем эти слайды сократить до минимума. Главное, чтобы мы могли раскрыть суть вообще технологий и суть той темы, вообще с которой мы сейчас в данный момент пришли к человеку навстречу. В обязательном порядке, в обязательном порядке у нас должны быть свежие новости о проекте перед встречей, просмотреть какие-то пару выпусков новостей последних, если вы не видели, если вы видели, подзабыли, еще раз освежите в памяти. Желательно иногда открывать, заглядывать в книгу «100 вопросов, 100 ответов», она достаточно интересная. Советовать эту книгу, может быть, иметь ее в электронном виде на своем электронном носителе. С собой нужно иметь каталог у проекте, чтобы дать человеку полистать, не только на экране ему что-то показать, но дать ему подержать в руках этот журнал, увидеть живые картинки. Обязательно какие-то буклеты, каталоги, не знаю, что-то, что-нибудь, брошюры, которые мы можем оставить, оставить человеку после нашей встречи, чтобы, естественно, там свой номер телефона мы напишем, свои контактные данные, свою визиточку, да, но оставить ему, чтобы у него на глазах, чтобы он еще несколько раз мог посмотреть, пролистать, напомнил, чтобы наши брошюры ему о себе, о нашей встрече. Может быть, распечатать, я даже думаю, что это очень поможет сделать, принять какое-то решение, распечатать список инвестиционных наших пакетов, потому что, как я уже говорила, это закрытая информация, к этой информации есть доступ только у того, у кого есть личный кабинет, поэтому если вы на листочке распечатаете, и тут же человеку покажете, и оставите ему, и он сможет эти цифры покрутить, повертеть, подумать, какой пакет, может быть, даже вот наш распечатанный листок будет последним, последней каплей, последним аргументом в принятии его решения, поэтому делайте это, да, этого у нас нет, сделайте это, это будет ваша фишка. Вот, ну и, естественно, навстречу мы идем с компьютером или с планшетом, ну, на крайний случай, с телефоном. Вот, только очень важно, чтобы ваш планшет и телефон, ладно, компьютер, я думаю, у нас у всех в хорошем будет виде, если мы с компьютером приходим, но наши планшеты и телефоны очень часто бывают потресканные, с разбитым стеклом, с какими-то там царапинами, еще что-то, постарайтесь, чтобы этого не было, не идите с разбитым телефоном, с разбитым экраном, с которым мы можем ходить и пользоваться, можем им еще очень долго, и мы не меняем экран, да, не идите на коммерческую встречу, не идите на презентацию, не показывайте презентацию на таком носителе, но это уж очень-очень-очень будет некорректно, нас не будут слушать, точно так же, если мы придем в шортах и в сланцах, на деловую встречу, да, нам не поверят в том, что мы участвуем в очень серьезном бизнесе, точно так же нам не поверят, если мы будем с разбитым телефоном. У меня на данный момент, как раз почему я на это делаю акцент, потому что у меня на данный момент наклеенное стекло сверху, дополнительное защитное стекло, и оно у меня расквасилось уже в такую паутинку красивую, и я думаю, боже мой, мне надо переклеить стекло, мне надо срочно переклеить стекло, только бы не произошла ситуация, когда мне придется совершенно незнакомым человеком, а такое бывает, да, либо это случайный знакомый, либо это какой-то знакомый, которого ты давно не видел, и вдруг ты рассказываешь, где ты, что ты, интересный проект, я тебе сейчас покажу, и вот я думаю, хоть бы у меня не наступила ситуация такая, когда мне придется показать свой разбитый телефон, при этом рассказывать, какая я успешная в бизнесе, и какой вообще супер классный бизнес я человеку предлагаю. Поэтому обращайте на это внимание, это тоже все относится к нашему корпоративному стилю, насколько серьезно мы подходим к этим встречам, настолько серьезно нас будут воспринимать. И все равно при первом контакте мы в обязательном порядке помним о том, что перед нами человек, который относится к определенному психотипу, командир, звезда, гуманист, дипломат. И при первом контакте с командиром, говорим четко, коротко, конкретно, со звездой улыбаться, показывать искреннюю заинтересованность, то есть помним, помним все, что любят эти люди, как они нас воспринимают, как они принимают информацию, и как они ее сами транслируют. С гуманистом проявляем интерес, поддержку, показываем свою компетентность, искренность. С дипломатом искренний интерес, экспертность, побольше деталей, цифр каких-то и фактов. Что не нужно делать при первом контакте? Не нужно манипулировать, показывать, доказывать, показывать свою некомпетентность, быть нечестным. Ни в коем случае ничего не придумаем. Лучше всегда признайте. Я в этом вопросе еще не разбирался. Я до этого не дошел. Меня это не интересовало, потому что я доверилась Юницкому. Я знаю, кто это, что это за человек. Я все равно иду за ним. Вот как я говорю, я иду с Юницким до конца. Как бы ни было, какие бы обстоятельства у нас не происходили, я всем говорю, я с этим человеком пойду до финиша. Поэтому я могу сказать, да, знаете, а я даже никогда не интересовалась этим вопросом. Я настолько верю Анатолию Эдуардовичу, я настолько верю, что он делает все правильно, что это меня не интересовало, и я в этом даже не копалась. Но если хочешь, я для тебя это узнаю. Со звездой мы не можем быть неискренним, мы не можем его критиковать, мы не можем с ним спорить, мы не можем навязывать ему свое мнение, мы ему только даем спокойно, позитивно, классную информацию. С гуманистом нужно говорить медленно, мы не можем быстро говорить. Это человек, который более размеренную речь слушает. Мы не можем его не слушать, мы не можем торопить его с решением, мы не можем навязывать свое мнение, потому что он все равно будет взвешивать. С дипломатом мы не можем преувеличивать его в году, ему нужны только четкие факты, мы не можем вступать с ним ни в какой спор, мы не можем вступать в спор, потому что если он нам говорит, что это не так, мы ему просто предоставляем факты, что это так. Мы не спорим, ничего не доказываем, мы не можем быть голословными, но только факты. Мы можем на словах говорить, да, это так. Если вы не предоставите, не покажете ему цифры, не покажете ему сертификат или что-то в этом роде, то, что ему требует, все, это мимо. Мы провалили встречу, мы провалились на этом первом контакте, и, в принципе, можно сказать, экзамен не сдан, да, только факты. То есть, ну, на самом деле это все несложно, если мы научимся очень хорошо разбираться, разбираться вот в этих психотипах и научимся с ними разговаривать. Вот. Не судим человека по внешнему виду, да. Люди бывают разные, у них бывает разное... Так, как же это сказать? Когда человек себя хочет проявить, самовыражение, да, у них бывает разное самовыражение. Они могут, как подростки, там выкрашивают волосы в красный или в зеленый цвет, точно так же взрослый человек, очень серьезный бизнесмен, в свободное время одевает косуху, серьгу в ухо, казачки садятся на байк и носятся где-то там, не знаю, по трассам, да, а потом приходят, переодеваются и идет, переодеваются в костюм и галстук и приходят в офис, и он там бизнесмен, руководитель какого-то проекта, какой-то организации. Вот. Люди разные, у них разные хобби, разные самовыражения, никогда не судим по первому виду, если нас уже свелачивая с человеком, наша жизнь, наша судьба, наши дорожки встретились, если уж нам приходится делать ему какую-то презентацию, то, пожалуйста, выкладываемся на все сто. Если человек заинтересован, если человек нас слушает, выкладываемся на все сто. Не встречаем его по одежке, это нас встречают по одежке, да, нас встречают по одежке. Мы не встречаем по одежке, делаем презентацию человеку и выкладываемся. Вот. Так что желаю всем успеха, желаю всем легкого старта, продуктивной работы, думаем, учимся, анализируем, планируем. Дорога к успеху, она не гладкая, она все-таки и ребристая, и ступенчестая, и много у нас могут быть различных преград, но мы знаем, что мы все сильные, мы все достаточно самодостаточные люди, считаю, что мы все позитивные. В этом проекте очень много, кто вот, кто остается, кто участвует в нем, это действительно очень классные люди, это очень позитивные, это очень открытые люди. Вот. Поэтому желаю вам всем таких партнеров, чтобы ваша дорога успеха все-таки была легкая, набирайтесь опыта, задавайте вопросы. Вот я рассказываю вам то, что ценно для меня, то, что было интересно в свое время мне, но мне бы хотелось знать, что вам тоже это все интересно, и задавайте вопросы, пишите, мы же вот, я в чаты ставлю объявления, пишите в чаты, пишите в личку, пишите здесь, может быть, что-то в чате, какие-то, какую информацию, какую вы хотите получить, потому что нам, мы будем продолжать эти занятия по дубликации, и каким-то образом мне хочется их выстроить, чтобы вам было интересно, не так, как вот я вижу, у меня есть свое видение, у вас есть свое, у вас есть свои интересы, у вас есть какие-то слабые места, которые вы хотели бы проработать, поэтому пишите, вот, я желаю вам, чтобы ваш успех был в ваших руках, и чтобы к нему вы вот прям шли с легкостью и с компетентностью, да, еще раз напоминаю о том, что у нас сейчас очень хорошие есть возможности, мы не забываем, сегодня 18 число, у нас осталось 12 дней замечательных пакетов, Step Up 2021, да, когда мы можем взять пакеты с дисконтом 1 к 600 или 1 к 100, у нас есть замечательный конкурс Level Up, у которого хорошие достаточно условия, их облегчили, достаточно много призов, и легко вовлечь в систему, в нашу, в проект людей, для того, чтобы принять участие, то есть, вернее, легко принять, стать участником программы, стать участником конкурса, очень легко, потому что условия достаточно простые, нам нужен всего лишь один человек в месяц, который сделает инвестицию от 200 долларов, но при этом мы, мы сами должны быть верифицированы, и наши личные инвестиции должны быть не меньше 200 долларов, да, но это все у нас уже у всех есть, потому что я понимаю, что все мы здесь опытные, и у нас работает еще один бонус, 10% новичку, который проинвестировал в течение 7 дней после регистрации, не забываем об этом, помним, это наши инструменты, с которыми мы сейчас работаем, которые сейчас облегчают нашу работу. Я благодарю вас за внимание, спасибо, что вы были сегодня вечером со мной, что слушали, запись будет, всех трех частей будет запись на канале, выйдут они все три части одновременно, чтобы они не рассыпались там по каналу, чтобы их не нужно было искать, поэтому, если вам было интересно, если вы хотите еще раз пересмотреть, если вы хотите показать каким-то своим партнером, пожалуйста, пользуйтесь, буквально через несколько дней все три части выйдут на канал, и я думаю, что ссылочки я тоже поставлю в чаты. Все, всего хорошего, спасибо вам, до свидания, до новых встреч. Комплекс решений SkyWay состоит из транспортных, энергетических, биологических, информационных и логистических технологий, объединенных ради общей цели создания комфортной и устойчивой среды обитания для человека. В основе подхода SkyWay лежит инновационная транспортная система для пассажирских и грузовых перевозок. Модельный ряд транспортных модулей включает в себя городские пассажирские и грузовые транспортные средства со скоростью до 150 км в час, а также высокоскоростные аэродинамичные машины способны разгоняться до 500 км в час. Среди разработанных разновидностей путевой структуры есть дороги разной степени сложности и материала и подробности. Такой подход позволяет подобрать подходящее решение для каждого заказчика в зависимости от стоящих перед транспортным комплексом задач. Все виды дорог могут комбинироваться в соответствии с потребностями. Транспортный комплекс SkyWay способен работать в самых суровых климатических и географических условиях от холодного севера до жарких пустынь и тропиков.